Привет, ребяточки! Здравствуйте! Как вы, я думаю, уже поняли, мы находимся в Туле. Сегодня 5 мая. Буквально вчера здесь, в Туле, Амкал добыл супер важную, волевую победу над народной командой 2-1. Ну, а я еще на денек задержался в Туле погулять, посмотреть на город, покайфовать от тульских пряников, самоваров. И вчера мне написал подписчик, говорит, Федос, здорово, я знаю, что ты остался в Туле, приезжай поиграть в футбол за нашу команду. Мы играем в тульской футбольной лиге ТФЛ, у нас неплохая командочка, называется она Барбоскины, внимание, именно так. Я подумал, что, ну, раз игрового времени за Амкал у меня в этом сезоне не было и как будто бы особо не предвидится, на выезды я все равно езжу, было бы здорово вот таким образом врываться в какие-нибудь лиги и играть за какие-либо команды. Единственное, что сейчас мне чувак этот написал, говорит, Федосик, такое дело, у нас команда, соперник слилась с матча, их не будет. Но ничего, ты все равно приезжай, мы уже нашли соперника, сыграем с командой, которая называется Шериф. Барбоскины против Шерифа, очень хочется играть, я надеюсь, погодка, вообще погодка максимально футбольная, но хотелось бы, чтобы немножко солнышко вышло и вообще будет гениально все, погнали! Забыл сказать вам, съемка, как вы понимаете, совершенно не запланированная, никаких операторов я сюда в Тулу не звал, поэтому снимать все это дело будет моя жена на ее новенький айфон, спасибо большое Ромарою, кто не понимает, можете заглянуть на один из последних видосов у него на канале, ну и там, то есть, может быть, иногда по картинке все будет не идеально, по звуку 100% будут какие-то косяки, но атмосферу, я уверен, нам удастся. Пацаны, короче, смотрите, в чем история, мне вчера на игре подогнали вот такую враторскую кофту, мне кажется, достаточно символично, если я здесь сегодня вот весь играю, правильно? У вас нет в враторской? Нет, мы играем в форме, ну, нашей бывшей команды, мы выпустились в ноябре, и вот мы играли в Академию Футболовой, сейчас ее там переименовали, ну вот, и мы играем в нашу форму старую. Давайте что-нибудь придумаем, по сути, нам нужно сделать просто макет формы, это будет коллаба канала Федос и бухмекерской компании Тенниси. Давайте. Буль Барбоскина, мне кажется, отлично соответствует здесь, Федос плюс Тенниси. Да, лучше бы вообще. Все, в нам руки? Да. Отлично, да. Играем на косарь, который победитель потратит на красивое чаепитие с самоваром в Туле. Ну, Тула же, ну, правильно все? С пряниками. Все, поехали. Раз, два, три. Первые ножницы, есть правила. Все, облажался. Раз, два, три. Раз, два, три. Ха! Так, я буду первым бить. А сколько здесь метров вообще? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семьдесятых, да кто-то правильно втянет. Увела! Пожалуйста! Ну что, поздравляю, но, пожалуйста, у меня просьба. Не на водочку, не на это, а чаепитие, пожалуйста, я жду, жду от тебя тогда фото, видео. В инстаграм. В инстаграм я просто. Все, да, да. Все. Важный матч, не в чемпионате. Надо понадежнее, на вороты. Бить вообще давать нельзя. Вратарь новенький, непонятно, что он для себя представляет. Как же мы их бьем, какая же им... Да! Друзья, ну что, всем еще раз добрый день, добрый день. А вот такой вот у нас матч сейчас играется. Играют Барбоскина против LFC Шерифа. В воротах Барбоскина сегодня играет вратарь Амкало, да, в блогерской команды, Федор Маслов. Федор Маслов, да, такого известного блогера. Вот сейчас, собственно, и Федор Маслов в игру вступает. А есть кто здесь, кто, ну честно, это нормально абсолютно, это... Есть кто-нибудь, кто за тудро смоляет? Я. А остальные что, реально больше за Амкал болеть? Ну мы с самого начала начали смотреть. Типа с самого начала начали смотреть, и поэтому все уже. Ну да. Каково это, болеть за Амкал в такие непростые команды. Очень тяжело. Какой самый обидный матч за последнее время? С деньгами как и пропустил. Сука! Ну что, ты хотел сказать, наверное, тудро, да, сказать? Да, да. Да, вот потому что я сметил матч сразу после выпускного, и... Но было немножко смазанное впечатление, поэтому выпускной такой сил получился. Прикинь, Нат, оказывается, у людей самое реально херовое установление Амкалу связано из-за моих пропущенных голов. Есть еще удар вновь, Маслов спасает свою команду, команду Барбоскина. И что, будет ли угол? Да, забивает у нас Юрий Коречников, забивает в ворота Федора Маслова. Ну что, как впечатление? Плохо, надо выигрывать. Нельзя кидосов изгладать учить. Да, как? Кто сильнее, красненький или черненький? Красненький. Мы сильнее, но пока что-то не получается. Мы посасываем. Да? Как Федя на ворота? Ой. И вот свою атаку уже Барбоскина. Убегают вот так вот два раза между ног проверять своих оппонентов Барбоскина. Когда вы приезжали в Тулу первый раз, ну, мы пошли гулять, договорились, и был договор найти тебя, ну, и сфотографироваться. А меня было очень сложно найти. В тот раз, когда я приезжал в Тулу, меня было очень сложно найти. Да, да, да. Но, но, они уже собрали где-то, и я шел к ним на встречу, и потом, через время, мы смотрим твои сторис. Ты вот так снимаешь, и на фоне просто я прохожу. Мы раскрылись с игры, почему мы вчера так напились. Открывался там ширину Федос, но он решил, Гришин, не рисковать, не отдавая передачу вратарю. Вот неплохо, кстати, сейчас атаку не открывают. Ну, так вот Барбоскина, Челеманов на месте. Здесь тоже. Атака продолжается, и вновь Челеманов не пересек мяч. Линию ворот. Гришин, сэк, в поле сейчас никого. Нет, вот такую передачу отдает Барбоскин Белару, снова. Челеманов и будет ли пол, да, забывай, гол. Сыротарёв празднуй, Сибирь. А ваш Тарас где? Пожалуйста. Давайте, мужики. Пробка должна гореть. Да! Да! Бля, не получается. А что это такое? Это я откуда-то из 90-х, блядь. Итак, дорогие друзья, главная замена, которая произошла между первым и вторым таймом, произошла она из-за того, что основной комментатор данного матча просто ушёл домой и перестал комментировать матч Барбоскиных. Ну, а я, Артём Нечаев, резервный комментатор данного матча, обслужу вас на этом тайме. Начинаем мы второй тайм. Команды поменялись воротами. Колесников, главный соперник Барбоскиных, который всех терроризирует своим дриблингом, проходит весь, всё футбольное поле и бьёт, к счастью, выше ворот. Фидос начинает атаку, передачка в центре поля, видно подключение за спину защитником и Барбоскины забивают гол практически сразу же в начале второго тайма. Выходят они вперёд, счёт становится 2-1. Это я начал атаку! Первый наш приезд в Тул с женой был в августе, кажется, 22-го года. И тогда мы приехали, у нас была заказана экскурсия. Мы хотели, короче, погулять по Туле, все дела. Но вечером мы забыли поесть, но не забыли попить. И после того, как мы... Да, немножко мы не помним, как мы оказались в отеле. Реально. Мы на следующий день, у меня есть переписка с экскурс-заботом. Я ему пишу, типа, он говорит, вы что, уже подошли? Сейчас пойдём. Вы что, уже подошли? Я говорю, мы вчера на крышу погуляли? Мы не придём на экскурсию, извините. Вот. И в этот раз, когда мы приехали, я написал ему же. И я говорю, в этот раз у нас нет в планах так сильно напиваться, так что давайте мы пойдём всё-таки на экскурсию. И в этот раз он всё-таки провёл нам экскурсию. Короче, мы докручиваем Тулу в этот раз. А что самое интересное, тогда, не все зрители Ютуба это, возможно, знают, что тогда мы так напились не по своей вине. Мы пришли в бар, и в этом баре меня узнал бармен. И он говорит, вот ты всё время в своих видосах рассказываешь про бесконечные бонусы от тенниса. Вот каждый раз бесконечные бонусы от тенниса. Это правда, потому что у тенниса действительно бесконечные бонусы. И получать их можно не только в слабом звене, но и на сайте и в приложении тенниса. И попасть туда вот там вот можно. Так вот, и он мне всё время стал этот бармен переносить просто нам стопочки и говорить, бесконечные бонусы, бесконечные бонусы, бесконечные бонусы. Продолжаем мы матч. Снова атакуют соперники Барбоскиных. Я, если честно, даже не запоминаю, потому что они даже такие моменты не будут реализовывать против Фидосов. Притык его расстреливают. Но для Фидоса он и не такие отбивал. Продолжается навал на ворота Барбоскиных. По левому флангу идёт прострел на точке пенальти. Пробивает всё тот же Колесников, но не попадает. И опять Колесников, смотрите, уже в подкате. Мяч отбирает. Продолжается атака в штрафной. Уже тут возят соперники Барбоскиных. И падение. Но судья показывает, что нужно продолжать играть. Барбоскины бегут в контратаку. На самом деле, я вам расскажу, что произошло. Мы видели, что судья показал, что нужно продолжать игру. Но потом его внутренний вар подсказал, что всё-таки нужно дать пенальти. Но самое главное, что он поставил не точку. Он будет исполнен не пенальти, а буллит. На последних минутах мы смотрим, сможет ли Фидос справиться с буллитом. Оказывается, судить не умеют не только в Москве в медиалиге, но и в Туле тоже не умеют судить совершенно. Нарисовал абсолютную точку. Он придумал какой-то буллит. 2-2. Теперь, говорит, давайте пенальти бейте. Но если мы забиваем, мы выиграем. Да, на промаху. Парни, спасибо вам за игру. И, честно говоря, совершенно спонтанно родился этот видос. Но мне очень нравится, что получается из этого. Вот. И, ну как, в большом футболе, да? Ну, я не из большого футбола, конечно. Я из блогерского. Но там как-то пытаются все на профиков быть похожи. И оттуда немножечко вам привнесу. Так как это победа. Победа волевая и победа важная. На команду будет сегодня премки. Пятёрка. Оооо. Это премки, собственно. Спасибо. Друзья, спасибо, что посмотрели этот видос. Слушайте, ну вообще спонтанно, случайно он родился. Да, вот такой привет, видео привет из стула получился. Напишите, что думаете, как вам. Что, может быть, мне кажется, можно из этого прям какую-нибудь серию видосов сделать. Что добавить. Как это улучшить. Мы все комменты прочитаем. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал. Фидос. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok